Канал GT Class, с вами Андрей Щетников. И в предыдущих роликах этого цикла мы уже обсуждали, как устроено магнитное поле цилиндрического магнита. И в одном из комментариев я написал, что магнитное поле на заметном расстоянии должно убывать обратно пропорционально к кубу этого расстояния. Но один из подписчиков выразил сомнение и сказал, что я вот сам измерял, и у меня получается сказать, что скорее поле падает обратно пропорционально к расстоянию, а не к кубу. Но меня это несколько удивило, поскольку из курса электродинамики я знаю, что должен получаться куб расстояния в знаменателе на заметных расстояниях, конечно. И я подумал, и с Алексеем мы это обсудили, что проблема, по-видимому, состоит в значительной степени даже не в измерении магнитного поля, а в согласовании полученных результатов и рассказаниями теории. И этот ролик мы собираемся этому вопросу посвятить. Чтобы измерить поле на оси дискового магнита, мы собрали вот такую установку. Я буду вращать колесико, отодвигать датчик от магнита. Ну и таким образом мы запишем зависимость магнитного поля от расстояния между датчиком и поверхностью магнита. И вот поле резко падает от начального значения в 0.17 Теслы. Уже на 4 сантиметрах оно весьма мало, а дальше график приближается к оси. И здесь, в данном масштабе, мы уже, конечно, ничего не сможем различить. Чтобы расстояние откладывалось от центра магнита до реального положения датчика, подвинем построенный график на 1 сантиметр. А теперь, чтобы все хорошо было видно, мы перейдем по обеим осям к логарифмическому масштабу. Так что равными отрезками по оси расстояний показано увеличение от 1 сантиметра до 10 и от 10 сантиметров до 100. А соответственно, магнитное поле убывает равными отрезками от 1 теслы до 1 десятой, от 1 десятой до 1 сотой, потом до 1 тысячной и до 1 десятитысячной, то есть до 1 гаусса. А теперь посмотрим на вот эту часть графика. Видно, что на двойной логарифмической шкале она хорошо ложится на прямую линию. А это означает, что зависимость магнитного поля от расстояния является здесь степенной. А теперь нам надо сопоставить наши экспериментальные результаты с теорией. Ну и для этого надо вспомнить теорию. Здесь у меня нарисован магнит, его ось. И поле в точке на оси магнита удобно выражается простой формулой через уголочки альфа и бета, под которыми из этой точки видны радиусы задней стенки и передней стенки магнита. Ну формула выглядит так. Здесь b0 это остаточная магнитная индукция, о которой я должен сказать, что пока что мы ее не знаем. Мы можем построить сам график. Ну для этого нам удобно углы альфа и бета перевыразить через расстояние от центра до точки, в которой берется магнитное поле и размеры магнита, его радиус и его толщину. Ну в любом случае мы получим график, который будет выглядеть симметрично. Каким-то вот таким образом. Значит это точка, когда магнитное поле берется здесь в центре магнита. Ну а дальше оно, понятное дело, спадает от магнита в обе стороны. И мы не знаем пока что, поскольку мы не знаем, чему равно бы 0, вот так примерно только можем представлять, мы не знаем и амплитуду этого графика. И поэтому теперь нам надо построить график, теоретический, через геометрию выраженный, и подогнать амплитуду b0, чем мы сейчас и займемся. Теперь мы берем нашу экспериментальную кривую и будем подгонять к ней теорию по этой формуле, в которой мы пока что не знаем, чему равно b0. Поэтому мы строим несколько графиков с разными значениями b0, и выбираем из них тот, который лучше всего соответствует результатам измерений. И оказывается, что для этого графика b0 равняется 1,1 теслы. Так что теперь мы знаем остаточную намагниченность материала, из которого изготовлен наш магнит. Ну, и мы почти все уже сделали, но вообще-то мы затеяли этот ролик ради того, чтобы разобраться с поведением магнитного поля при больших расстояниях, как именно оно бывает. Ну, для этого мы снова возьмем формулу с косинусами. Ну, правда, из самой формулы пока что этого не видно. Хотя понятно, что косинусы стремятся друг к другу, потому что уголочек альфа и бета, они оба становятся маленькими, оба косинуса стремятся к единице. Но, конечно, лучше сделать так теперь. Взять разность косинусов, представить из тригонометрии в виде произведения двух синусов. Альфа плюс бета пополам, и бета минус альфа пополам. Ну, а теперь смотрите. Уголочек альфа и уголочек бета, они, когда х далекий, практически равны. Поэтому это просто угол, под которым видна, из этой же точки, значит, виден средний радиус. А, впрочем, все радиусы примерно под одним и тем же углом здесь видны. И, значит, у нас угол малый, поэтому синус это все равно что угол, и все равно что тангенс, и мы можем его заменить на отношение радиуса к х. Вот этот синус заменяется на r поделить на х. А вот этот второй синус, где стоит бета минус альфа. Бета минус альфа, это вот этот уголочек. Он еще меньше, чем углы альфа и бета. Мал по сравнению с ними. Ну, и если сделать аккуратно следующую выкладку, которую вы можете сделать самостоятельно, вам это будет даже интересно, то вы получите еще одно r, поделенное на х. Это у нас снова угол альфа, он же угол бета. И теперь еще один параметр малости. Он выглядит как d, поделенное на х. И мы получим вот такую формулу. b нулевое в числителе r квадрат d, а в знаменателе x кубе. То, что нам предсказывает теория. А теперь мы построим график по этой формуле, подставив в нее уже найденное b нулевое и размеры нашего магнита. На двойной логарифмической шкале этот график, как ему и положено, является прямой линией. И он достаточно хорошо приближает экспериментальные результаты промежутки где-то от 5 до 20 сантиметров. А на больших расстояниях поле магнита становится меньше магнитного поля Земли. Да и разрешения датчика уже не хватает. Теперь мы точно получили все, что хотели. И, конечно, это произошло потому, что у нас была хорошая теория, которая служила нам путеводной звездой. Без нее понять, как устроено магнитное поле на оси было бы гораздо сложнее. Ну, я надеюсь, что этот ролик был многим полезен. Так что пишите ваши комментарии, соображения, пожелания. И до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!